Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про Цветок. С вами Ломонос Пётр и сегодня мы поговорим о таком вредителе, как паутинный клешч. Наши многие как бы недооценивают вред этого такого маленького насекомого, которое буквально там пару миллиметров длиной. Слабо заметен, даже заметен такое преувеличение. Вообще клешчей в наших условиях, даже в Беларуси, существует около тысячи видов. Все они сгруппированы в 13 классов. В 13 подруб есть клешчей. Но самое опасное, конечно, для нас, огородников, это группа паутиных клешчей. Чем они интересны, паутиные клешчи? Что они, как бы на поврежденном растении, делают паутину. Ну и это неспроста, потому что клешчи, как и пауки, они относятся к одной группе, ченнистоногие, паукообразные. Ну самое опасное, что любят клешчи. Клешчи любят сухую, жаркую погоду. И они повреждают около 200 видов растений. И смысл в том, что клешч может за одно лето дать до 20 поколений. То есть отрождаются очень быстро. И вред в чем заключается? Клешчи попадают на растения, начинают высасывать соки, листья обесцвечиваются, покрываются паучиной, начинают отмирать. При сильном заселении клешча, тоже даже огурец, может не выдержать и просто-напросто растение погибнет. Но урожай он уже точно не дает. Как избавиться от него на участке? Давайте будем разбираться. Значит, клешчи боятся серы. Поэтому, если ваши растения остутся в теплице, вы можете где-то пространство, где вы меньше поливаете, где-то возле стен теплицы, опудрить с порошком серы. Сера подойдет любая. И обычная коллоидная, и обычная комовая сера. Любой серы вы опыливаете. Опылили, это будет преграда для клешча. Он не будет подползать к вашим растениям. Ну, вы не успели, например, серы опудрить те проходы. Клешч появился на растениях. Он заметен. На первых порах, значит, что и что можно предпринять. Когда только первые листья огурца обесцветиваются, уже и паучинка появилась, значит, их просто-напросто удаляем. Срезаем листья и сжигаем. Обязательно сжигаем. Больше никакими мерами нельзя уничтожить этого вредителя. И далее делаем обработку растений против паучинного клешча при малом заселении. Если у вас в цеплице был паучинный клешч, значит, осенью обязательно обработайте все стенки, цеплицы, стенки, проходы, все опрыскается любым ядохимикатом. Единственное, что дозу надо увеличивать 2-3 раза. То есть более повышенной дозой пройти себя заразить. Почему? Потому что клешчи зимуют как взрослые насекомые, так и они откладывают много яиц. Зимуют яйца, и потом все яица опять отрождаются в этот вредный объект и поселяются на наших растениях. Поэтому борьбу с ним надо вести постоянно. Но победить можно, если вы будете использовать такие способы, которые я вам рассказал. Ну и еще один очень хороший способ, правда, мы не всегда его можем применить, это поддержание высокой влажности. При высокой влажности клешч не живет, он уходит в сухие места. Но сделать в горешной теплице это нетрудно, конечно, там можно поставить в каких-то емкостях с водой, а вот в помидорной теплице уже нежелательно, потому что пыльца намокает, становится тяжелой, и растения просто-напросто не пыляются. Поэтому победив клешча, мы можем не иметь и урожая. Поэтому вы смотрите ваши условия и, соответственно, выбирайте подходящий вам метод. Удачи вам, до свидания, до новых встреч!